То, что красота требует жертв, на протяжении многих сотен лет китайские женщины знали не понаслышке. Чтобы такие крохотные туфельки пришлись в пору, стопа должна быть не более 8 сантиметров, а пальцы – треугольной формы. Такая ножка называлась «золотой лотос» и считалась идеалом женской красоты, а также высокого положения в обществе. Лим Гуансью родом из Китая, ей не удалось избежать этой древней традиции. Когда Лим исполнилось 7 лет, мать согнула пальцы её ног в сторону пятки и перебинтовала. «Считается, что женщины стали бинтовать ноги, следуя примеру красавицы Даньцзы. Она также известна тем, что из-за неё император династии Шан потерял свою страну. С тех пор женщин, которые отказывались перевязывать ноги, арестовывали. Но было больше тех, кто делал это, чем тех, кто не подчинялся». Лим мыла ноги только раз в три или пять дней. Но кроме того, такая беспощадная процедура означает непрерывные физические страдания. Лишь спустя год Лим снова смогла ходить, а её стопа сформировалась в идеальный золотой лотос. «Это боль и неудобство. Я сняла повязку после того, как и многие другие сделали это. Перебинтованные ноги выглядят уродливо. Времена изменились, и ноги без повязки смотрятся красивее». С тех пор, как стопы Лим освободились, они стали на пять сантиметров длиннее. Но ей всё ещё нужна специальная обувь. Её новые маленькие туфли сделал сапожник из Малаки, который специализируется на изготовлении обуви для женщин с ножками золотой лотос. «Большую часть обуви покупают туристы в качестве сувениров. Хотя иногда мы получаем заказы от дам с перевязанными ногами. Но теперь это случается реже». Бинтование ног в Китае официально запретили в 1912 году, но многие продолжали это делать нелегально.